приветствую всех с момента запуска программы и выплатил более 25 миллионов русских рублей я выплачиваю деньги на карты банков рф или же на любые криптовые кошельки выплачиваю быстро но после проверки информации интересует долгосрочное сотрудничество проверка информации занимает от 10 минут до нескольких недель в зависимости от того что вы мне даете интересуют первую очередь контакты военных рф которые принимают участие в войне от них интересует информация о личном составе о складах о складах гсм о технике ребр и тому подобных историй также интересуют различная военная документация начиная там от брок и заканчивая потерь личного состава очень нужны контакты научных сотрудников различных исследовательских лабораторий и таких вот направлений еще нужны контакты среди администраторов информационных систем банков или различных телекоммуникационных систем провайдеров поэтому телеграмм здесь написан ватсап здесь написан он приоритетнее для общения для староверов электронная почта также мой телеграм-канал касающийся только информации о этом проекте поэтому обращаемся отвечу всем отвечаю не всегда мгновенно но отвечаю меня зовут владимир я журналист но уже в курсе чем я занимаюсь и зачем да чем и зачем журналист просвещать просвещаем информации просвещают скорее книги учебники учителя мы просто беседуем с пленными для того чтобы показать кто вы вашу историю связаться с вашими родственниками которые должны вас как-то с плена забрать а вот что мы делаем фамилия имя отчества дата рождения откуда вы более трех тысяч километров до чего здесь забыли ничего так обстоятельства сложилось вы даете добровольное согласие на записи публикацию этого интервью да почему чтобы узнали люди что происходит хочу а вы не боитесь что вас потом за это будут наказывать ругать но скорее всего так и будет а то есть вы понимаете ну плюс-минус да почему потому что у нас наверное не хотят чтобы мы люди узнали что вообще происходит ну как бы в неведении же сидишь но удивление вы логично мыслите а почему не хотят чтобы узнали что на самом деле происходит люди запаникуют в смысле запаникую чем паниковать ну у нас ведь все говорят что у нас и потери все у нас ничего же нет ни потерь ничего у нас как такого ротации стало нет и люди не могут узнать что происходит даже грубо говоря на передовой такой ротации же нет и люди просто меняются 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 то бишь они не откатываются они не уходят назад и передавать как такого некому что происходит на передовых то есть вы думаете что люди которых сейчас призывают да каким либо образом вербуют они просто не понимают что происходит на передовой да ну и вообще в общем и целом а а что происходит на передовой расскажите свою историю когда где каким образом вас мобилизовали ли живы контракт не куда вас повезли куда привезли что дальше происходило изначально как вообще с самого начала я контрактник подписал контракт в июле 21 июля повезли сначала воронеж этого года прошло прошло года 2023 года сначала воронеж луганскую область две учебки по неделе и потом уже попал в подразделение давайте так вы когда подписывали контракт чем вы руководствовались ваша мотивация подписать на контракт да она как бы обычная в регион денег нет работы нет как таковой денежная денежная как же так получается что в богатейшей стране богатейший ресурсами у людей денег нет нет на это объяснение нет на это объяснение но у нас даже говорят же что у нас средняя зарплата по темной скорости там в районе 70 80 тысяч а по факту такого нет я не об этом нет но я вообще говорю к тому что зарплат то нет что по бумажкам то у нас все хорошо по факту то не так но вы как-то можете выстроить какую-то логичную цепочку почему так почему в стране богатейшей ресурсами у людей проблема с деньгами потому что люди готовы работать эти деньги раз они работают государство считает что нет смысла платить им больше согласен это один это одна сторона а вторая сторона если говорить о тех людях которые могут платить больше для в принципе у нас любая ведь компания может платить больше ну как такого просто говорю вот все склоняется к первому что люди идут готовы идут и готовы работать эти деньги хорошо а как вам насчет замков путина яхт пароходов самолетов его окружения олигархов российских как думаете откуда эти деньги берутся не исключено что из государственного бюджета не исключено ну конечно это не то что я просто не знаю но сто процентов так есть откуда еще ведь у даже у президента есть официальная зарплата не совсем из государственного бюджета ну то бишь эти деньги просто не попадают в государственный бюджет они не доходят и вот вас доводят до такого состояния что вы будучи молодым человеком возраст полный 23 года 23 23 лет а было вам наверно 22 когда вы подписывали этот контракт идете и подписываете контракт чтобы уехать на войну за водючих 200 тысяч так так а вы понимали что тут будет нет ну не было картины а вот что вы представляли себе ну я вообще пытался попасть в тыловые подразделения военная полиция военная комендатура ну да но вы не выгляните так глупо как вот пытаетесь себя позиционировать да не то что я пытаюсь себя позиционировать я действительно рассуждал что это возможно и так получится сделать почему на чем вы основывались в плане того что я попаду в те подразделения в которые до не знаю просто объясняю что это возможно ну типа у нас как говорят при подписании контракта все что ты не спросишь тебе говорят это возможно это да типа все ты главное иди а там уже заподозрили некий подвох как такового что я думаю в военную полицию и комендатуру попасть несложно и из-за этого не заподозрил потом по факту по факту нет не попасть туда ну типа вообще очень не полиция не военная комендатура в этих условиях в которых вы были она я не знаю продолжите фразу ты ее нет именно нет потому что она там не нужна такая же она только есть в очень дальних частях тыловых подразделений ну да вот я говорю я и пытался остаться того как пытались мы с вами уже взяли вот этот вот промежуток да пока мы говорили про вашу мотивацию я уже понял что вы подписали контракт куда вы приехали с луганска потом попал получается на лиманское направление на лиманское и все и оттуда по распределению попал в разведку разведка разведка на лиманском направлении какой-то был месяц август август в середине августа где-то август 23 года до августа 3 года дальше происходило все мы попали в распределению разведку и вот полгода по сути мы занимались копкой ну грубо говоря копка получается первый месяц мы приехали нам предоставили место в лесу искали окапываемся мы окапывались порядка полутора месяца потом мы снова уехали на учение луганской области там снова у нас учение продлились порядка трех недель возвращаемся обратно и начинаем продолжаем прикопать лагерь ну откапываем лагерях все делаем пристройки гаражи бани строим все построили и потом мы выезжаем получается копать на танковое направление там вы копали уже траншеи как нам объяснили что траншеи копаются для подготовки контрактников вот все в принципе потом поступает приказ о том что собираемся и выезжаю куда синьковка купинский район харьковская область получается синьковка на штурм разведку забрали на штурм синьковка харьковская область нет синьковка Купинский район, Харьковская область. Купинский район, Харьковская область. Так. И что в этой синьковке было? Ну, получается, мы приезжаем. День, ну, мы не едим, ничего. Ждем команды. Мы сидим, сидим. Девушка ваша написала, что ждет. То есть мы с ней побеседуем. Дальше. Получается, все поступито. Мы ждем сутки. Не едим, не пьем. Ну, потому что это истинно иррационально. Потому что сейчас выход будет. Чтобы живот был пустой. Все. Перед выходом? Да, перед выходом. Штурмовой выход у вас должен был. Да, у нас должен был состояться штурмовый выход. Какая задача стояла? Ну, мы не знали, что именно будет происходить. И поэтому мы не пытались. А перед нами стояла задача, что как мы должны перейти в траншею и штурмовать дома. Или перейти на дома. Дома, частные дома? Частные дома. Все. Получается, мы ждем... А вы понимали, что в этих частных домах местных жителей уже нет? Да. Понимали. Но мы даже не дойдя до домов, получается, нам нужно было перебежать 300 метров. У нас чистое поле, чтобы добежать до траншеи, до позиции. Мы перебегаем 300 метров. По пути вот мы идем. Мы скинули, получается, БК-сумку. Ну, вот скинул БК-сумку, потому что у меня тяжелая сумка была. РПС-ка. Я скидываю сумку. Три моих... Получается, захотели группа из четырех человек. Три моих товарища скидываем сумки, и один идет с сумкой. Ну... Как бы у автоматчика легкая БК, типа, ему можно нести. Все, мы скинули сумки, перебегаем вот эти 300 метров, получается, я запутываюсь в колючке. Якоза вроде, если не ошибаюсь, называется. Все, я запутываюсь, падаю, ложусь, стреляют автоматы, прилеты. Все, ну, все под прилетами, все под выстрелами. А сколько у вас туда побежало? Четверо человек. Четверо. Группа из четырех человек, получается, у первого человека радиостанция, и ведет нас птичка. Все, у нас я упал, со мной остается мой товарищ, он меня распутывает, и первый человек, кто убежал с рацией, он просто убежал, и мы не знаем, куда бежать. Мы добегаем до середины уже, в середине снова падаем, оживаемся, у нас еще один товарищ в колючке, мы его распутываем. Я как бы вот так смотрю наверх, и говорю, ну, типа, вижу дрон, и показываю рукой, типа, куда бежать. Ну, типа, я не понимаю, а все это под пулеметным выстрелом. Все, он как будто понял меня, отлетел в правую сторону, и я вот прям ровно на коптер, побежали, мы забежали в траншею, и все. Мы забегаем в траншею, там уже был совсем другой полк, тоже разведка, получается, они штурмовали эти, первую линию траншеи. Все, мы подбегаем к ним, они говорят, все, уходите, уходите от нас, типа, идите в другой, типа, этот, гляндаш. Ну, чтобы по ним не прилетело, типа, скопление людей, они боятся этого. Все, а мы не знаем, что делать, у нас, типа, одна рация, как бы, на всех, и мы не знаем, что делать. Как тоже, видите, убежал тот, который с рацией? Не, не, он, как бы, впереди, он в этот окоп забежал, но чуть дальше, и все, он к нам подбежал потом. Мы все, соединились, группа у нас в полном объеме. Мы, мы, как бы, интересуемся, куда нам идти, что нам делать, типа, нам говорят, идите, занимайте лиси норы. Мы заняли лиси норы, легли в них, по два человека в лиси норы. Лежим, получается, прилеты, нас засыпает, засыпает. Лисия нора, объясните, что это? Это, получается, в траншею выкопанная ямка такая, куда просто, вот, просто можешь залезть, и все. Она как-то под углом уходит? Да, она как-то под углом вниз, типа, но у нас они были, не под углом, а просто параллельно выкопаны, просто, да, пьян. Так туда же может тоже прилететь, прямо в эту нору. Все понимали, но у нас не лопаты. Отличная цель вообще для адрона. Не лопаты, ничего нет. Понятно. Как бы, снаряжение у нас, ну, плюс-минус, понимаете, что у нас не высокая, типа, классная, что найдешь, что твое, ну, грубо говоря. В том плане, что лопаты у нас не было, у нас меня сначально имели. Это везде по-разному у нас. Да, я говорю вот конкретно за ночь. Некоторым вообще один автомат на двоих давали, у некоторых плюс-минус. Слышал такое? Нормально. То есть тут такое. Каждая история по отдельности. Да, получается, нас с лисью нору разрушили, получается, мы перебежали в другой блиндаж. Просто чуть левее, метров, наверное, пять. Блиндаж какого плана? Он не крытый, ничего, просто есть крыша и все. С улицы все видно. Если встаешь полный рост, ты мишень, типа, грубо говоря, ростовая фигура по уровню груди. Все, мы там сидим, там тоже есть одна маленькая лисья нора, и там мы находились в шестером, шесть человек. Вот, у нас было шесть человек, мы пробовали там, как пришли, пять дней, пять суток. Вот, получается, пять суток мы просто сидели в блиндаже, не высовывались, потому что каждый день квадрокоптеры, на второй день у нас уже, ну, на второй ближе к вечеру уже села рация, и мы остались без связи. Ага. Нам просто всю дорогу, ну, все время говорили, просто сохраняйтесь. Мы говорим, по нам работают, нам говорят, сохраняйтесь. Как в игре, как будто мы. Что значит, сохраняйтесь? Ну, типа, сохраняйте жизнь, сохраняйтесь. Ну, как будто мы в игре. Вот в игре есть, не знаю, обозначение, просто сохраняйтесь, типа, спрячься, еще чуть-поинт, и тому подобное. И вот они так же нам говорили. Сохраняйтесь. И вот все эти пять суток... А у вас не было мысли, что надо назад уйти, на свои позиции, более-менее безопасные? Ну, сейчас, сейчас скажу, и вот дойду до этого момента, что будет понятно. Вот у нас пять суток не было ни воды, ни еды. Ну, вот мы вообще не пили и не ели. Уже в какой-то момент ты начинаешь чувствовать обезвоживание. Как бы исть не сильно мне хотелось, кому-то исть хотелось сильно, кому-то пить. Я чуть-чуть представляю, что это такое, да. Да, и вот пить не хочешь, типа, и как у нас, нам товарищи говорили, что по радиостанции им сообщали, у нас уже в этот момент села радиостанция, выходил на низкий командир и говорит, типа, у вас пошел снег, у вас воды хоть опейся. А там все под прилетами, как бы все понимают, что ничего мы не можем сделать, мы просто встать не можем. У нас птичка, получается, квадрокоптер скидывает порядка 25-30 снарядов в день. Это не считая, ну, прилетов, это именно по моей позиции. И все, и мы высунуться просто не можем, мы голову не подаем, мы просто вот как сели калачиками, шесть человек вот, и даже, и мы скручены. И мы также понимаем, что если просто с РПГ кто-нибудь стрельнет по нам, нас убьют. Также мы передавали по радиостанции, кто обратно побежит, надену платье и обнулю. Что? Ну, вот так. Надену платье и обнулю? Да. Правильно услышал? Да. И вот... Это вам говорил ваш командир? Это не мне лично говорил, это говорили в радиостанцию, но нам передавали где-то. Потому что у нас уже радиостанция села. А кто ваш командир? Командир разведки. Ну, вот этот, который обнулять собирался. Ну, как я знаю, что это Брюс сказал, как нам довели. Брюс? Брюс. Это не имя, это позывное имя, я не знаю. Он не этнический чеченец, случайно? Нет. Понятно. Был один до вас, недавно рассказывал, что как раз именно чеченцы таким занимаются. Ну, в смысле, они находятся над вами, как... Саградотряды? Ну, вроде того. Да, я понял, об этом слышал. Да, это к слову, о теории славянизма и о том, какие там великие русские и вот это вот все. Ну, то, о чем, короче, кричат по телевизору. Да. Хрязно, каким нужно быть идиотом, что в такое верить. У нас просто нет же другого источника информации. Полно. Полно. У нас информативное поле, оно же не такое обширное. В плане, что-то, если забить... Ютуб. Тоже, как бы, не все же показывается, мне кажется. А что показывается? Я с такими, как вы, разговариваю уже два года, слава богу. Ну, я не знаю. Ну, что? Ну, мне кажется... Нашел, посмотрел, послушал внимательно. Вот такие, часовой такой разговор, двухчасовый, не знаю. И, как-то, ну, первый посмотрел, наверное, это подстава, да. Второй посмотрел, наверное, это подстава. А на третьем уже задумаешься, что что-то забогато подстав. Ну, да. Как? Слишком много, да? Ну, не может такого быть. Чтобы каждый день выкладывалось видео, интервью. Вы видите, как я провожу эти интервью? Вас сколько сюда пришло с утра? Три человека. Вы который по счету? Третий. За? Не знаю, часа полтора. Полтора-два часа. Это до обеда и после обеда еще. Еще примерно так же, если хватит сил. Как ты тут сыграешь такой разговор? Это сколько нам надо тренироваться? Да никак его не сыграть. Да даже просто на эмоциональном фоне. видно же. Именно. Именно. И наш канал в открытом доступе. А вы говорите, нет альтернативных источников информации. Да они есть. Ну видите, просто не до конца. И с начала войны пленные ваши вот по всем направлениям, ну вы видите, да, тут никто особо не выбирает. По всем направлениям, со всех регионов, где кто что, что происходило, вся история войны у нас в ваших же рассказах изложена. Просто бери и слушай. есть альтернативные источники информации. Есть телеграм, куча украинских каналов. Там тоже работает. Там тоже можно посмотреть. Там вот эти вот скиды с дронов, про которые вы рассказываете, у нас публикуются с завидным постоянством, скажу так. что-то по 100 в день, наверное, на разных каналах. Так же есть альтернативные источники информации. Мы остановились на том, что вам сказали, снега завалить, короче, если... Да, песнь. И все. Получается, наступает момент икс, это 25 число, ноября. 25 ноября 2023 года на нас пошел накат вторая половина дня. мы не заметили это, потому что мы лежим. Все получается... У нас, грубо говоря, каждый день это как арт-подготовка. Получается, точные прилеты по нам. Получается, пошел накат, залетает граната, первая граната взрывается. И так получилось, что моя очередь была в лисей норе лежать. Ну, мы поочередно лежали там. Ну, типа, как лежали? Сидя, сидишь, и все. И моя очередь была. И со мной еще один был человек. Довольно холодно же, правда? Да, очень холодно. У меня было обморожение рук, ног. Все, получается, первая граната взрывается, вторая. И я в какой-то момент вот так вот руки взял, ну, типа, за голову. У меня ранение рук, спины, контузия была. Это еще осталось, да, посеченные пальцы? Ну, да, тут прям почти до костей было. И все, порядка. Ну, как мне сказали, что 10-12 гранат я пережил. Все люди погибли, кто были со мной. Как их фамилии? Фамилии не знаю, знаю только позывные. Как позывные? Бугой, Гром, Кабарда, Лава. И Мороз, получается, погиб за день. До этого по нему попал пулемет. И подразделение, еще раз, чтобы понимать. Какая-то... Привязку. 344-й полк? Наверное. Это я говорю для россиян, которые мне пишут, там, и не только мне, 344-й полк и 350-й полк. Живой, мертвый, найдите моего мальчика. Ваш мальчик, все, его даже тело, наверное, никто не забрал. Я не уверен в этом. Забирали тела ваши? Скорее всего, нет, потому что, как известно, эти позиции отбили, и навряд ли кто-то будет пытаться их вернуть. Конечно. Не, наши, при возможности, забирают тела, и, в общем-то, они у нас в рефрижераторах хранятся при соответствующей температуре, в общем-то, но только и тела ваши особо забирать не хотят. А почему? Да нету. Ну, в моем, в логическом объяснении, этого нет. Есть. Вы с самого начала правильно плюс-минус сказали. С телами та же история. Ну, это печально. Ну, а что? Что? Почему? Почему они забирают тела? Да неинтересно им, зачем это? Ну, то есть, вот так вот. Тут есть, тут есть вполне практическое рациональное объяснение. Во-первых. Выплаты имеете в виду? Конечно. Ну, выплаты, да, без вести пропавшие, выплаты. Да. Ну, да. Тела нет, выплаты нет. Это раз. Два. Вы в самом начале правильно сказали, что вы говорите то, что происходит. Вы говорите право. А это невыгодно там слушать. Но с телами же то же самое. Ведь рассказывают, что потери нет. Какие же тогда тела? Ну, да. Все верно. Как вы все-таки попали в плен? Все. Порядка 10 градусов взорвалось. У меня контузия. Глаза открываю, у меня темно, ничего не вижу. Перед глазами прям черно-черно все. Все руки. Я не чувствую ранения рук. Я просто почувствовал толчок в спину. Прямо дикую боль у меня сломались ребра. Я ничего не понимаю. В какой-то момент стою и мне просто говорят, ну, чувствую, типа, все, вперед, типа, проходи. Я прохожу вперед, ничего не понимаю. У него так уголок кругом. Все, они говорят, снимай бронежилет, снимай каску, ложись. Я лежу. Ну, получается, парни контролят другой сектор, чтобы на них не вышли. Все, меня в какой-то момент берут, говорят, побежали в траншею. Мы побежали в траншею. Все, там сидим до вечера, до 26-го часа. Ну, грубо говоря, почти это. Весь день и ночью уходим. К нам, получается, у ребят хотя бы все есть. Ко мне относились очень хорошо. Покушать дали, попить. У меня настолько, что, ну, это и с контузией связано, и просто, из-за того, что я безвожен был. Типа, просто попил воды, типа, дают, а жадность, типа, это не то, что жадность, типа, ты пьешь, типа, голодный. Я вот попил, сколько там, порядка 300-200 миллилитров, типа, сразу выпил и сразу же все обратно идет. Ну, выворачивает. Угу. Ну, да, ну, да, вероятно. Так вот. пять дней вы ничего не пили, а потом вообще не пил, 200-300 грамм выпили. Да, миллилитров воды просто. И у меня сразу все обратно. Ну, это еще и контузия тоже играет роль. Ничего удивительного не вижу. Нацистов видели? Нет, ни одного. Наоборот, ко мне лучше отнеслись, ну, на передовой, чем мое же руководство. Так. Нацистов не видели. А у вас же ведь, вы же с нацистами вроде как воюете. Так объявлено? Ну, да. Так где они? Таких нет. Так за что же вы тогда воюете? Я не понимаю вообще. Ну, это, объяснения этому нет. Есть. Ну, в моем понимании, я просто не могу это объяснить, что они хотят, для чего это делается. мне ничего не понятно. Одна страна нападает на другую страну. Зачем? Абстрахируемся от нашей сегодняшней ситуации. Вообще. Одна страна нападает на другую. Земли, ресурсы. Ну. Ну, да. Ну, просто Россия со своими проблемами не может разобраться, куда лист. А это не вашего ума дело. Ну, да. У вас же есть фюрер или царь, как он там называется. Вот это он себе и будет решать. Сколько ему надо ресурсов и всего остального. Ну, да. Вы и так их не видели, этих ресурсов, и не увидите. А он себе решил, что надо еще. За это вы и воюете, за это вы и гибнете. Ну, то есть, вместо того, чтобы в своей стране побороться за наличествующие ресурсы, то есть, то, что у вас и так под носом лежит, вы можете за это бороться, как бы, и говорить, эй, подождите. У нас тут, я не знаю, я не открывал, ну, на Камчатке, наверное, там, богато ископаемыми земля. Так, конечно. Вот. Я просто не знаю, какие мне именно, что там у вас есть. Нефть, алмазы какие-нибудь, наверное, газ, не знаю. Это все ваше. Так вот, вместо того, чтобы просто взять себе свое и пользоваться, вас довели до уровня нищеты, когда вы за деньги, как вы правильно сказали, идете в чужую страну для того, чтобы убивать или гибнуть. Красота. Так за что погибли эти, которые с вами были при таком раскладе? вообще просто за бесценок ни за что. Нет. Нет. Но они погибли, грубо говоря, из-за одного человека. Просто тупо из-за одного человека. Из-за одного диктатора. А, то вы считаете, что диктатор, а как фамилия у диктатора? Президент Российской Федерации. Фамилия президент? Ну, Путин? Владимир Владимирович? По крайней мере. Я вижу, как вы, как вам тяжело это говорить. Прям вот. Вы же тоже понимаете все. Я понимаю. Я понимаю. мне не хочется быть даже при всем при том, что вот вы сделали и делаете. Мне не хочется быть человеком, который как бы вытягивает из вас вот эти вот вещи. Но вы же-то прекрасно это понимаете, что они погибли как раз из-за того, из-за чего вы сказали. И больше не из-за чего. А еще из-за своей глупости. Да, конечно, это не исключено. И вы бы погибли за то же самое. Если бы вы погибли, вы бы погибли за то же самое. За свое желание заработать вот этих вонючих 200 тысяч, которым пользуется этот ваш диктатор. Который вас до такого же состояния и довел. Все просто. И мама ваша написала. Ну что, пора звонить? Если возможно. Там возможно, конечно. Добрый день. Меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Ваш парень у нас в плену находится. Знаешь? Согласна. Можно. Не знаю. Она уже посмотрела, наверное. Очень, очень занимательно. Лучше бы вы знали, а не она. Согласен. Ну это то, о чем я вам говорил. Да. Привет. Привет. Че, как у тебя дела? Нормально, ты как? Да все хорошо. Только бородой в микрофон не бейте. Выше чуть микрофон поднял. Да. Видос, Света. Приходили? Доходило что-нибудь? Еще раз что? Видео приходили? Да. Все. Да ну не плачь. Да я не плачу, прости. Все нормально. Ты как? Руки в воде. Да все хорошо. Да, да, я целый. Все хорошо. Все, я не плачу. У нас все нормально. Мы 7 декабря нам позвонили, сказали. Кто позвонил? Ну получается, не знаю откуда там, с части, наверное. Позвонили, маме сказали, что ты пропал без вести. А мы в этот же вечер в телеграме вот у Владимира как раз нашли видео, где ты попал в плен. Со мной? А, стоп. Вы записывали видео для обменного фонда Дмитрия Владимира? Да. А, понятно. И ты нашла видос? Да, я нашла мою интервью. А это видео вам отправляли на WhatsApp или куда-нибудь? Это было позже, да, числами. Это про альтернативные источники информации. Видишь? Можно знать, что у вас в России находить альтернативные источники? Например, мой канал один и второй. Рассказывай, кушаешь? Все нормально? Да, вообще все хорошо, все нормально. Вот, не знаю, сейчас ждем обмена. Но если будет, то все хорошо. Так какой обмен, если вы без вести пропавший? Вас внесли в список на обмен? Нет, его внесли в список, да, уже везде. Вы ходили, да, военкомат? Минобороны, да, Красный Крест уже везде обратились, ты уже у тебя статус военно-пленного. Все, понял. Мама тоже в курсе? Да, мама все хорошо, мы с ней вместе у ребятиц тоже все учатся, в школу ходят, все нормально. А вы с ней контачите, да? Да, все нормально, все хорошо. Все, понял. Да. Мы ждем тебя вместе дома, все нормально будет. Все, понял, понял. Нет, так-то все хорошо, типа, взяли, все нормально. Ну ладно, хорошо. Я рада, я прям рада тебя видеть. Я тоже рада, очень сильно. Я так, я так сдала этого звонка, ты не представляешь. Мы сидели, я прям молилась, чтобы взяли тебя на интервью, каждый день думала. Ну, это чуть другое интервью. Нет, это именно то, о котором она говорит. то да? А, ну все, потому что она получает альтернативные источники информации. Ну вот, видишь, повезло, набрались. Я тоже очень соскучился, люблю тебя вообще, прям сильно-сильно не могу. ты везучим, все нормально будет. Вернешься. Да. Рустам умер. Ай, записки. Что? Говорю, Рустам умер. Алло. Завис. Ну, сейчас, 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 сейчас. Вы слышите меня? Да, связь немножко зависла. Ну, она может немножко зависать. Какой Рустам? Кабарда. Вот, про кого я говорю. Это который с вами был? Да. Что передать? Как Кабарда? Ну, Рустам, типа, просто можешь маме передать, она, ну, ей звонил, получается, его дядя или брат, я не помню, и у нее номер должен был остаться, чтобы она могла передать. Что передать? Плохо слышно, связь прерывается. Что случилось? Ничего, просто говорю, передашь маме, что Кабарда, кто со мной был, у нее есть номер, это брат или дядя, и он умер, чтобы передала. Кабарде передайте, пусть передадут, что он погиб ни за что. Или он за что-то погиб? Я не знаю, правда. Не знаете? Ну, был человек, и не стало. Причина же должна быть какая-то? Вы же не расписаны, да? Вы просто встречаетесь. Невеста. А ваш жених тоже мог погибнуть? Я понимаю, правда, не знаю, что я тут не могу ответить. И как мы сейчас выяснили, тоже ни за что? Ну, как бы, там есть причины, послушайте на интервью, чтобы я не пересказывал. Так а зачем вы своих парней отправляете в чужую страну убивать и гибнуть? Мы не отправляли его убивать. Нам сказали другое, как он говорил, он хотел попасть немножко в другое место. Подождите, получилось так. Вас как зовут? Дарья. Дарья. Вы наш канал нашли, да, Дарья? Да, конечно. Интервью немножко посмотрели, да? Нет, я сильно не смотрела. А, сильно не смотрела. Но смысл в том, что могли бы посмотреть до этого всего и жениху вашему показать. И вам все было бы понятно, Дарья. Понимаете? Вам все было бы ясно. Но вы почему-то бросились искать мои каналы только после того, как начали его в плену искать. А до этого нельзя? Вот никак? Ну, мне не хочется этого спрашивать, тем более так прямо. Ну, вы можете объяснить, почему вы такие безразличные? Я не знаю, что вам ответит Владимир. Правда. Извините. Мама ваша звонит. Вы не знаете, что ответить. Ладно, диктуйте там эти номера. Кто еще погиб, кроме этого? Можете сказать? Она не знает там никого. Нет, так вы можете так озвучить. послушают. Бугой, Гром, Кабарда, Лава и Мороз. У Мороза, у Бугоя и у Грома у всех были дети. У вас позывные похожи на позывные, которые называл перед вами. Вот этот, который из Камчатки. Нет, мы не могли бы с ним вместе. Просто похожи. по-моему. Все, позвони. Она пусть мне напишет сюда. Может она вот на этот номер скажи, чтобы она написала и Дима попросил, чтобы она заблокировала у него все карты. Все, ладно. Да, и номер сестры можешь записать на всякий случай. А что даст эта блокировка карты? Я не знаю, я правда, он попросил просто передать, чтобы она заблокировала. А вам зарплата приходит до сих пор? Нет, наверное, я не знаю. А она не знает, Дарья не знает. Мама только может знать, да? И мама не знает. А почему? Ну, вы же должны были как-то оформить на нее, чтобы она могла снимать. Нет, я просто перечислял в первом месяце. Ага, понятно. Номер сестры получается 8. А я пописала. А так у тебя как вообще все? Все нормально? Нормально, да, все хорошо. Я люблю тебя. Я тебя тоже люблю. Все, принцесса, давай, я побежал, к маме сейчас наберем. Все, люблю тебя очень сильно. Не вспоминай, наследно. Я каждый день помню. Не переставай верить, вернешься, понял? Все, понял, да, я люблю. Все, я тебя люблю, давай. А вот если бы, например, сейчас в вашу девушку, в дом ваш, Надя, она живет, шахет прилетел. Ну, этот, знаете, что такое шахет? Да, ракета. Да, это, которые вы у Ирана закупаете и в нас бросаете, по домам запускаете. Как бы вы отнеслись? Прилетел шахет. Это, не передать словами, просто, наверное, проще говоря. Я просто пытаюсь привести вас в тому состояние, чтобы вы отзеркалили немножко ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Вот, не я, журналист, а вы журналист. И я у вас в плену. И с моей стороны вашу девушку прилетел в дом, не знаю, мамы, шахет, с моей страны. И я сижу вам такой, говорю, вы знаете, я не понимал, что там будет, просто не в курсе был, а денег маловато. Мне, зарплату нормальную пообещали, я пошел. Как бы вы ко мне отнеслись? Я бы, я не смог бы вас понять. Ну, так же, как и вы не можете меня понять. Ну, это понятно. Я могу понять, я могу понять, что вы не являетесь людьми в классическом смысле этого слова. Потому что у человека есть ум, право рассуждать, искать информацию, есть совесть. И всему тому, чему вас учили в хороших книгах и сказках в детстве. А из вашей истории я понимаю, что у вас желание разобраться в том, что происходит, куда вы поехали, не было, а поехали вы тупо из-за бабок. но это люди? Это люди, но просто ума нет. Это люди, но просто не люди. Ну, да. Я не про биологический смысл, не про руки-ноги говорю. Ну вот, теперь вызов пошел. Видимо, ваша мама. Добрый день. Меня зовут Владимир, я журналист из Украины. ваш сын у нас в плену. Я вас не слышу. Вообще. Я вас знаю. Слышу. Я вас знаю. Хорошо. Будете с ним говорить? Конечно. Может, вы не хотите, я не знаю. Разговор под записи для публикации. Передаю трубку. Скажи тебе пусть камеру что-то очень больно. Как ты? Да, все хорошо. Тут тоже самое. Подбородком по микрофону не бить, микрофон поднять чуть выше. Вот так. Как у тебя дела? Хорошо. Как дела? Нормально. Нормально. У тебя ничего не болит, все хорошо? Да, все хорошо. У меня уже все зажило. Все хорошо. Ты что, ранен был? Ну, да, немножко. Точно ничего не беспокоит? Мы сладкие. Да, все хорошо. Ну, не плачь, пожалуйста. Нет. Нет, я не плачу. Ты что, даже, даже. У самой-то как дела? Да. М? Ждем тебя на работе. Я говорю, дела-то как у вас? Я на работе. А, а дела как у вас? Нормально. Нормально? А что, видосы доходили, все доходило? Да. Сначала мне позвонили, сказали, что ты без вести пропал. Потом я подписалась, нашла тебя, везде сообщила. Потом ты прислала. Ну, с Дашей скооперировались как-то? Да, конечно. Понял, понял. в этом плане. в этом плане. Ждем обмена. Да, надо ходить больше, звонить, больше спрашивать, больше говорить. То есть, фактически, вы должны им надоесть до того, чтобы они, вашего сына, хотели забрать как можно быстрее. Вот и все. Поверьте, так все и делают. Ну, так это и должно делать. Я на всякий случай. Да, будет депутат везде, везде. Все. А вообще, что вообще говорят? Ну, что будет скоро, что в обменных несли, ждем. А что, как, вообще ничего не говорят? ФСБ, везде все. ФСБ, где бы так ходила, в Тюмень ездила. Как она, военкомат, минобороны, военный округ, везде, Красный Крит, везде, везде, где можно и нельзя все. Даня, ты же знаешь. помнишь, звонил тебе этот брат или дядя какая-то, Рустама? Да, да, да. Номер остался? Да. Ну, позвони и скажи, что он умер. В плену? Умер. Умер? Нету Кабарды. Нету Кабарды. Я два слова скажу, пока у вас драматическая пауза. Два слова вам скажу. Да. Нету Кабарды и не будет других, которые будут сюда идти, понимаете? Я все прекрасно понимаю. Сколько с вами было, я забыл, пять человек еще? Да, пять человек. Пять человек? Ваш сын выжил один из шестерых. И то чудом. И то я вам сейчас расскажу, если не забуду, почему наши бойцы с вами возятся. Они же могли вас за двухсотить там на месте. Конечно. Могли. Чего им с вами возиться? Водить вот это вот. Ну, потому что они хотят вернуть своих. Хотят вернуть своих, правильно. И мы их к этому мотивируем. Да, конечно. Потому что тот фонд, для которого вы записывали видео, Дмитрий и Владимир. Вот Владимир, это как раз я. Потому что мы им донаты кидаем в виде дронов, там, всего такого. А потом эти дроны летят и убивают таких, как вы. Вот так это работает. Сухо и просто. Я до сих пор помню позывные подстановки, кто меня в плен брал. Какая вас брала в плен? Бригада? Бригаду не знаю, я знаю позывные. Подразделения. В общем, я вас спросить хотел, вот вы говорите, любимый, сладкий сыну. Ну, это понятно все. Да. Любая нормальная мать будет так говорить. А зачем же он пришел сюда, в Украину, убивать других любимых кому-то, сыновей? Он вообще обещал, никто не знал, что он возьмет в руки руки или где-то что-то. Говорили, что он будет просто охранять территорию. Вы мой ютуб-канал смотрели? Возьменный. Да. Да? Истории слышали таких, как он? Всяких слышал. Ну, вам, вы не поняли из этих историй, что нет здесь никаких комендатур и никаких охраны, ничего нет? Знаете, Владимир, я пока с моим сыном так не случилось, я даже не была подписана. Вот, видите, видите, я только увидела. Вот это вот ваша проблема, россиян, вот это ваша, потому что можно знать заранее, а не постфактум. А все же под новости смотришь, там вообще говорят одно, а по факту совсем другое. Да в ваших новостях вам никогда не скажут правду, потому что в ваших новостях вам нужно, чтобы они шли и убивали. Понимаете? Чтобы это вы убили. Что? Я уже поняла, когда я это все, вот, например, это когда я подписалась, где меня все, где как дроны, как ребят убивают, вот эту вот внутреннюю войну, в которой, где говорят, 5, 7, 8, 10 пленных нету. А когда я изнутри это все увидела, вы не поверите, я вообще 3-4 дня вообще спать не могла. Господи, почему ты правду люди не знают? Почему они говорят это все? Почему? Потому что у вас страна убийц. Потому что у вас страна убийц. Убийц страна. Вам в стране убийц нужно, чтобы отправлять других убийц убивать. Поэтому вам по вашему телевизору в стране убийц не скажут, что происходит. С этим словами я согласна полностью. Это, знаете, это когда столкнешься с ситуацией и начинаешь ее изучать изнутри. И поверьте, вот сейчас много кто понимает, что это все неправда по телевизору. Это все неправда. все происходит совсем все по-другому. Так вы хотя бы можете, я не знаю, друзьям своим, знакомым, соседям рассказать, что вот есть такие вот каналы, есть такие ресурсы, там показывают. Вот ваш сын уже. Поверьте, вот с нашей стороны, пока мы Даню искали, все родственники, все и просто все знакомые выпадают, уходят, потому что смотрят, как это все происходит. Понимаете, изнутри никто ничего не знает. Все же как привыкли верить телевизору, а по факту знаете, это страшно. Слушайте, телевизор телевизором, вы, если будете эту информацию как-то распространять, то вы какого-то сына сможете спасти, понимаете, какого-то отца сможете спасти, какого-то другого кабарду, который не пойдет, не погибнет. Просто сигнал плохой, поэтому я, давайте, в общем, заканчивайте. Все, мамуль, сигнал плохой бывает. Сигнал плохой, люблю, целую, прям соскучился, не могу, все, ждем обмена, все хорошо, ты не переживай. Я вас тоже люблю. Владимир, да? Я тебя, сына, очень люблю. Я тебя очень ждем побыстрее обмена. Ты мой золото, все будет хорошо. Дай, Владимир. Да, что там? Владимир, вам большое спасибо, что дали увидеть сына. Не, ну это ж... Тем знакомым, чтобы никто никогда не шел, должен быть мир у каждого, у вас над головой, у нас, не важно, какая нация, главный мир, чтобы все просыпались, жены, материалы. Слушайте, хорошо, что прошло всего два года войны, и конкретно вы, и ваш сын, и его невеста это поняли. Остается еще там 140 миллионов, не так много. Владимир, поверьте, много людей, кто с такой бедой случился, вот так вот, да, и у кого... Много же с кем начинаешь списываться, и все. И все включили мозг, что никому эта война не нужна. Это, это плюс, я вам скажу, это плюс. Все, хорошо, давайте, бегайте там, чтобы его забрали уже домой, он нам не нужен. Спасибо большое вам. До свидания. А вы должны нам помогите, чтобы его список включили. В смысле? Так он у нас, в смысле? Так он у нас, вон, пленный, в статусе военно-пленного, официальный. Он у нас не без вести пропавший, он у нас не какой-то непонятный. Мы его, я его хоть завтра вам за руку приведу. Куда? Только нашего приведите, нашего приведите вместо него, и все. Все, я вас услышу. Вот и все. Мы готовы в любой момент, как всегда, не без проблем. Мы вообще, с самого начала войны, со второго, с третьего месяца, у нас президент официально говорит, давайте проведем обмен всех на всех. Президент, начальник разведки, глава разведки, все об этом говорили, всех на всех давайте будем менять. Но у вас же не хотят, у вас же постоянно торг какой-то идет. Я донесу до депутата и трогать. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Мама вменяемая, невеста вменяемая. Что вы здесь делаете? Смотрите, когда петух клюнул в одно место, все, все, все знают, каналы подписались, все в курсе, видно там документальные кадры этих сбросов, пересбросов, все, все четко. на нашем канале уже интервью смотрят, знают, кто я такой, все нормально. Так они говорят, они же меня нашли, получается, еще, они сами первые нашли. У меня есть телеграм, есть ютуб, и на телеграме вышло видео, где вы говорите, что для обменного фонда Дмитрия, оно нигде больше выйти не могло, как на моем канале. Потому что это, ну, эксклюзивно нам сбрасывают бойцы, которые вас берут прямо с нашими логотипами. По традиции, мы предлагаем в конце интервью обратиться к своим друзьям, не надо ко всем, к своим друзьям, которых вы знаете, на людям, и просто им сказать своими словами, нужно сюда идти или не нужно. Нет, конечно, не нужно сюда идти. Вы просто причиняете боль людям. Ну, здесь нечего делать. Не верю. Россияне не мыслят такими категориями, что я не пойду, чтобы не причинить боль людям. Им на это абсолютно наплевать. Им нужно говорить так, чтобы это касалось их пятой точки. Тогда они могут быть... Вы умрете. Кротко и ясно. Просто вы умрете ни за что. Так ближе. И, кстати говоря, вы могли бы, если бы знали, вы могли бы еще и сдаться в плен. Но есть у нас ресурс, называется «Хочу жить», в который можно обратиться и вас выведут в правильном направлении. Никто вас в юбку наряжать не будет и расстреливать тоже. У нас есть же своего рода пропаганда, связанная с пленами. Вы же знаете об этом, что люди... Я не слышал именно вот этого, что якобы пенят, но я слышал то, что отрезают яйца и тому подобное. Да, конечно. Это вам тоже будут рассказывать. Да, я так говорю, И этому тоже есть объяснение. Почему они это рассказывают? Ну, конечно, устрашают, чтобы никто не сдался в плен, чтобы люди взорвались. Это все понятно. А если вы взорветесь еще с украинским военным вместе, это для них джекпот. Да. Все непонятно. Это все логично и понятно. Не царят у вас жизни людей. Да, конечно. А зря. Потому что территория у вас огромная, страна у вас огромная. А вот плотность населения очень маленькая. Одна из последних в мире. И вам туда можно заселить еще 10 ваших населений. И никому не будет тесно. Все будет хорошо. Вот меня даже, когда ребята брали, они мне говорят, типа, это, вашему руководству вообще вас не жалко, что ли? Ну, типа, у нас ни дронов, ничего из него. У нас один дрон был, он прилетит на 10 минут. Он ничего не скидывает, ничего. Это они риторический вопрос вам задавали. Да, ну, я понимаю, что это риторический вопрос, который мне нужно, не требует ответа. Да, да, да. Ну, я к тому, что все прекрасно понимают, что нас никто не жалеет и что на нас попросту бафил. Нас выезжает танк стрелять, нас и стрелят артиллерия, а по нам-то у нас не дронов еще. А знаете почему? Потому что они понимают, что у вас больше. Ну, у вас мобилизационный ресурс как минимум в три раза больше, чем у нас. Мы уйдем, а на нас-то заменят сразу же, моментально. Им даже выгодно это. Нас меняют, типа, и в чем суть? Почему у нас нет ни защиты, ни резерву, нет ни подкрепления, нет ни ротации? Ну, а зачем нам их держать, нас держать лично, нас умрем мы, придут другие, быстро, быстро, это восполняется все быстро. Это очень быстро, это текучка, просто как на работе, в больших компаниях есть текучка, и вот такая же система. Да? Ничего нового вы не сказали? Продолжение следует...